Отец, совместно мы приходим пред лицо Твоего, Господь, и мы молимся, Господь, за каждого, кто сегодня взывает Тебя. Я молюсь, Господь, за Марию, которая сегодня нуждается в Твоем чуде, Боже, и пусть, Господь, придет помощь от Тебя, Боже, Ты знаешь, Господь, Ее веру, Ты знаешь, Ее упование, Господь, Ты знаешь, Ее желание, Господь, жить. Боже, Ты знаешь, что врачи уже ей не могут помочь, но мы, Боже, молимся, Господь, о Твоем чуде в Ее жизни во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, за Валентину, Господь, у которой есть сильная боль, Господь, в животе, Боже, пусть придет исцеление, Господь. И мы прямо сейчас молимся там, где она есть, у экрана, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы прямо сейчас Ты прикоснулся к ней, и пришло исцеление. Боже, я молюсь за каждого человека, кто сегодня с нами через онлайн, кто сегодня открывает свое сердце пред Тобой, кто сегодня нуждается в Твоем чуде, в Твоем исцелении, в Твоей благодати, в Твоей милости. И, Боже, приди, посети, Господь. Я молюсь, Господь, за все нужды, которые отображены в записках. Боже, пусть придет Твоя слава, пусть придет Твоя благодать, пусть придет Твоя милость, Господь. Пусть придет, Господь, Твое исцеление, Господь. Пусть придет решение сложных вопросов жизни во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь, Господь, за каждого даятеля, Господь. я благодарю тебя за то что мы имеем возможность жертвовать господь во славу твою боже благослови каждого человека кто открывает свое сердце для других то поддержу дело служения господь то искренним в своем даянии господь боже ямлю чтобы господь возможности расширялись господь чтобы господь мы имели еще больше возможностей давать и уделять господь я молюсь господь за тех кто нуждается в улучшении господь условий труда господь ямлю за тех кто нуждается в улучшении Господь, возможности Господь, расширения Господь, дел рук своих Господь. Боже, благослови мудростью, советом Господь, водительством Господь. И мы благодарим Тебя Господь за ту возможность, которую Ты даешь нам все эти жертвовать Господь. Боже, я молюсь Господь за служение Господь, за станцию милосердия, которую мы Господь начали делать во славу Твою Господь, чтобы многие, кто будут нуждаться, находили не просто хлеб на каждый день, но находили Господь спасение для души Своего имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Господь, за каждого даятеля во имя Иисуса Христа. Тебе очень небесная слава, потому что Ты достоин наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ Божий скажет Аминь. Мы сейчас еще одну молитву совершим с Вами. Наверное, давайте сделаем так. Те, кто родился в феврале, останьте и стоять, а кто не родился, садитесь, пожалуйста. И мы за Вас помолимся таким образом. И помолимся за деток, чтобы Бог благословил их на воскресной школе, и родители могут их отправить на воскресную школу. Отец и местный, мы благословляем каждого, кто родился в феврале. Боже, мы благословляем их крепостью, силой, здоровьем, долгими днями жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал, Господь, великое благо, Господь, нам жить и служить Тебе вместе в одном поколении. Боже, я молюсь за каждого, Господь, кто родился в феврале, Господь. Храни их, веди их, направляй, Господь, защищай, милый Господь. И мы благословляем, Господь, наших детей, Господь, и просим Тебя, Боже, благослови их на воскресной школе, чтобы, Господь, Слово, Господь, приходило, Господь, от начала пути, Господи, чтобы они не уклонились от Него, даже когда состарятся во имя Иисуса Христа. Благословим мудростью и советом каждого преподавателя воскресной школы. Тебе, Царь Великий, слава во веки веков. И весь род Божий скажет Аминь. Я приветствую всех, кто с нами сегодня не просто в Доме Божьем, а кто еще с нами находится через онлайн. Слава Богу за каждого из вас, за то, что вы в Доме Господнем сегодня. И мы порассуждаем сегодня на очень такую тему. Я уверен, что вот она в церкви вообще, знаете, как-то даже я бы так сказал, не очень-то и удобно и говорить о ней. Как бы такая тема, которой, наверное, ее у нас даже и близко нету, но мы вдруг на всякий случай поговорим, порассуждаем об этом. Знаете, как вдруг нас кто-то, грешник какой-то, смотрит, и вот случайно ему как раз это будет очень полезно. А нам назидательно, да? Хоть нам это не сильно полезно, нам это не надо, но мы послушаем. Тема очень простая. Клевета и сплетни. Яд из преисподней. Мы с вами, наверное, в этом никогда не участвуем, мы никогда не клевещем ни на кого, мы никогда не сплетничаем, но, оказывается, люди могут это делать. Почему мы это не делаем? Потому что мы же верующие, мы стоим на Слове Божьем, а заповедь, вы знаете, 10 заповедей, на которых, знаете, стоит вся мораль, все основание, знаете, скажем так, духовно-нравственное, христианина тем более, это 10 заповедей. И одна из заповедей, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Поэтому я уверен, что верующие люди стоят на этой заповеди, они пребывают в ней, и они придерживаются ее. Но есть люди, которые не знают этого. На самом деле, представляете, само имя дьявола с греческого переводится как клеветник, как сплетник, как клевещущий на братьев. Ну, кто бы из нас захотел бы пользоваться услугами дьявола в то время, когда он наш враг, и мы знаем, что мы к нему не имеем никакого отношения. Аминь, церковь? И вот, представляете, вот отец всякой лжи, всякой неправды, всякой клеветы, всякой сплетни, это является дьявол. И вот нам точно с ним не по пути, потому что мы планируем проводить вечность с Богом на небесах, и мы должны стоять на истине. Одна из удивительных историй в Библии, которая описана в Третьей книге царств, давайте мы ее откроем, и при тем, как мы ее откроем, мы помолимся. Отец, совместно, я молюсь, чтобы слово сегодня было простым, понятным и доступным для каждого человека. Дух Святой, я прошу Тебя, проникай до разделения души и духа и суди наши тайные помышления. Божий, пусть правда Твоя и свет Твой воссияет в жизни каждого из нас, чтобы нам, Господь, следовать за Тобой, потому что мы, Господь, Твои. Тебе слава. Аминь. Я вам советую прочитать Третью книгу царств, 20-ю главу, 21-ю главу, и там описывается интересная история. Царь Ахав пришел к человеку, и ему очень сильно понравилось его поле, его виноградник. И вот человек Науфей, который получил этот виноградник в наследство от отца своего, он был израильтянин, он был верующий человек, он любил Бога, и мы знаем, как евреи относились к тому, когда, знаете, каждое колено имело свой удел, каждое колено имело свою землю, и как они делили ее, что вот в этом уделе, скажем так, Твоей и моей семьи, это участок, который принадлежал там от деду моему, отцу моему, мне, сыновям моим будут принадлежать, внукам моим будут принадлежать, правнукам, то есть они очень бережно относились к этому. Это для них было, знаете, вот как для нас с вами, может быть, есть какая-то реликвия, или что-то очень ценное. Знаете, вот иногда мы идем в какой-нибудь магазин, допустим, ну, может быть, в ломбард, и в ломбарде продается что-то такое, знаете, оно стоило очень дорого, а сегодня оно продается как-то очень дешево. Мы не можем понять, ну, почему люди вот такую дорогую какую-то вещь отдали и продали ее, и она сегодня продается, ну, ниже цены, чем она стоила. Оказывается, ценность, допустим, какого-то ювелирного изделия не является, не исчисляется человеками, нами, в том, что, вот, к примеру, нам любимый подарил три грамма золота. Вот ни одна женщина не будет, она может поинтересуется, конечно, но для нее не важно, сколько весит вот это золотое украшение, которое дарит ей ее возлюбленный, она принимает это, это для нее самое лучшее, что вообще может быть в жизни, не важно, сколько оно стоит, не важно, сколько оно весит, не важно, ничего не важно, какой там камень, может быть, бриллиант какой-то очень особенный, и вот что-то произошло, поссорились, поругались, обиделись, возненавидела его, видеть его не хочу, пошла, сдала его за бесценок. И неважно, за сколько он его купил. Знаете почему? Потому что вот это кольцо, оно не таит в себе ценность, как изделие. Он таит в себе память. И вот когда я его видеть и слышать не хочу, то мне неважно, сколько оно стоит, заберите у меня его, чтобы я его близко не видел. Вот странные мы люди такие с вами. И вот у Навуфея, есть ценность. Виноградник от отца его, от отцов, от поколений. И он тот, который заботится об этом винограднике, он тот, который каждый день старается, чтобы он плодоносил, он обрабатывает его. Это кормилиц может быть для его семьи, это может быть благословение для его родных и близких. И вот Ахав решил взять этот виноградник. Он пришел к нему и говорит, слушай, а сколько он стоит? Он говорит, слушай, но он не продается. Слушай, а он не нравится? Знаешь, у меня тут дворец рядом, я такой выхожу и хочу гулять именно по твоему винограднику. Он говорит, послушай, как я могу это сделать, когда ты от отца мне досталась? И написано, что Ахав так озагорчился, что пришел домой и хлеб не кушал. Представляете, вот Библия говорит, не вожелай то, что вот вы ближнего, Ахав настолько сильно вожелал, что кушать перестал. Ну ладно, знаете, зависть вещь мерзкая, она иногда подтачивает наши виноградники, мы потом не можем плодоносить, мы не можем быть потом эффективны. Но Ахав пошел дальше со своей женой. Изавель увидела, что у мужа настроение пропало. Милая, что случилось? Есть не могу, а что ты есть не можешь? Это вон у этого, на Уфея такой участок хороший, так хочу его. Говорит, и что? Ну ничего, говорит, не продает. Ешь, пей, успокойся, будет тебе виноградник. И Библия говорит, Иезавель, которой мы часто в проповедях говорим, это дух мира, она садит двоих людей, собирают собрания, общество, садят Науфея на видное место, оказывают ему почет, ему оказывают честь, его садят, чтобы его все люди видели. И два человека выступают, которые начинают говорить, он хулил Бога, и он хулил царя. И два человека начинают уже свидетельствовать против Науфея, не потому, что он это говорил, не потому, что он это делал, не потому, что он так думал. Но Библия описывает нам эту историю, и сели два лжесвидетеля, и лжесвидетельствовали против Науфея. Вы знаете, самое сложное в жизни защитить себя от лжесвидетельства. самое трудное в жизни это сделать. И представляете, два человека встают перед обществом Израиля и начинают говорить, он говорил хулу против Бога, и он говорил хулу против царя. И что происходит? И берут этого Науфея, выводят за город, и все общество побивает его камнями. И Изавель приходит к Ахау и говорит, что печален, иди, участок свободен, он теперь твой. И Библия описывает нам историю, Аха ведет на этот участок, а Дух Божий побуждает Илью прийти на этот участок и сказать ему, то, что ты сделал с Науфеем, то будет сделано с тобой. Ты планировал взять этот участок себе, ты им никогда не воспользуешься. Ты точно так же. Псы будут лизать кровь твою, и ты будешь истреблен. на участке этого. И мы читаем уже следующую, через одну главу. С Ахавом происходит то же самое, что он сделал. Он переоделся во время сражения, переоделся в простого солдата, человека нарядил военной формой своей царской, потому что знает, будет атаковать царя, а сам прятался тихонько. И Библия говорит, стрела случайная поразила Ахава, и он истек кровью и умер. И псы лизали колесницу. И блудницы омывали ее. А знаете, как он отнесся к тому, что пришел его обличать Илья? Меня вот это удивило очень сильно. в 17 стихе 21 главы Третьей книги Царств. И было слово Господне Ильи феесвитянина. Встань, поди навстречу Ахаву царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике науфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил, еще вступаешь в наследство. И скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь науфея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Ильи, нашел ты меня, враг мой. Представляете, Ахав знает, что Илья Божий человек. Странно, Ахав, который, знаете, ждет дождя, Илья останавливает дождь, потом провозглашает, что будет дождь. Ахав участник всех этих событий. Ахав видит руку Божью на Илье. Но знаете его уже отношение какое к человеку Божьему? Он враг мой. Что, пришел обличать меня, враг мой? Он говорит, да, я пришел обличать тебя. И он высвобождает ему слово. То, что произошло с ним, то будет и с тобой. Часто мы в своей жизни думаем, что когда мы лжесвидетельствуем или когда мы сплетничаем против кого-то, это не коснется нас. Но Библия говорит, что смерть и жизнь во власти языка. И когда ты высвобождаешь свое слово, то Библия говорит, что ты должен быть готов вкусить от слов своих. То есть, другими словами, ты должен быть готов понести ответ за свои слова перед Богом. как часто мы люди, которые, знаете, по жизни никогда не стали бы друзьями, но мы объединяемся против кого-то, чтобы посплетничать. Библия говорит, что Ирод и Пилат никогда не были вместе, они не общались. Но чтобы убить Господа и чтобы лжесвидетельствовали против Него, то они стали друзьями, они объединились против Господа. Вот часто нас объединяет общение с кем-то не то, что приходит от Бога. Библия говорит, что из нас потекут реки воды живой. Представляете, из чрева потекут реки воды живой. Но Библия говорит интересную вещь. Смотрите, давайте мы посмотрим притчи 18 глава восьмой стих. Слова наушника как лакомства, они входят во внутренность чрева. То есть, представляете, нам оказывается в нашей греховной натуре после грехопадения человека нам нравится вот то, что осталось нам от вот этого греховного, демонического, не Божьего. Нам нравится с кем-то поговорить о ком-то. И Библия говорит, что слова наушника как лакомства, как что-то приятное входит в нас и проникает не просто до уровня мозгов. Знаете, вот поговорил бы с кем-то и забыл бы, а сеется так глубоко, что проникает в чрево. Как мы уже сказали, что Библия говорит, что у верующих Господа потекут реки воды живой, откуда из чрева потекут, из духа нашего потекут. То Библия говорит, что наушник или сплетник, сплетник, которые проникают до самого духа нашего и что тогда с источником происходит. Библия говорит, может ли быть источник горькой и сладкой воды? Не может, но добрый источник можно отравить. каким образом? Сплетнями. И вот представьте, у нас сеется то, что как лакомство ложится нам на душу. Но искоренить это потом очень трудно, потому что проникает до духа нашего, который становится оскверненным, до души нашей, которая становится оскверненная. И мы сами не замечаем, что мы становимся не людьми благословения, которые высвобождаем силу Божью, а мы становимся людьми, которые приносим проклятие вдруг в жизнь людей. Мы как те лжесвидетели, которые стояли. Представляете, вот как этим двум людям было потом жить, когда они встали, было счастливого человека, просто говорили против него неправильные вещи. И потом его выводили и побивали камнями. Я хочу попросить вывести на экран фотографию, которую я приготовил. Судя по тому, что мы видим с вами решетку, это человек, который наш современник. В городе Иванове в 2001 году произошло преступление. Он журналист, он одаренный молодой человек. Имя этого человека Андрей Сиднеев. И по каким-то причинам два человека, которые совершили преступление, это преступление потрясло весь город. Одного из руководителей предприятий городских дочь была ограблена, на ней поиздевались, ее убили. и это потрясло весь город. И два человека, которые участвовали в этом преступлении. Один молодой парень, который был еще несовершеннолетним, по-моему, а второй был уже уголовник, который был со стажем. И вот одному дали 10 лет, а другому дали 25 лет. эти два человека начали обвинять этого человека в том, что он их соучастник. Когда суд начал рассматривать его алиби, когда он начал рассматривать его дело, они обнаружили, что в день преступления, когда совершилось это преступление, он не был там. Ограбление, которое совершили, и был человек, свидетель, который сказал, что я не знаю его, этого человека не было. Было много того, что свидетельствовало о том, что этот человек не имеет никакого отношения к этому преступлению. Но эти два человека свидетельствовали против него и говорили, нет, он был вместе с нами, он участвовал в этом всем. И ему дают 15, вернее, ему дают 18 лет тюрьмы. Когда один из тех преступников, который отсидел 10 лет, вышел на свободу, его совесть была несвободная. Он пошел на первый канал нашего телевидения, есть такая программа, если можешь прости, и он на этой программе засвидетельствовал о том, что он оклеветал этого человека. В конечном итоге этот человек отсидел 15 лет и 8 месяцев в тюрьме за то, чего он не делал. И сам один из преступников засвидетельствовал, он это не делал, его там не было. Скажите мне, пожалуйста, если бы я не рассказал вам историю этого человека, просто показал фотографии, сказал, представляете, вот 18 лет человеку дали за то, что убил, ограбил, поступил жестоко и все. Что бы мы были наши первые мысли, знаете, какие? Почему так мало дали ему? Жестокость должна быть наказуема. Тем более, если они сделали это вместе, это не один человек совершил, это групповое преступление, это почему не дали больше? Но когда мы начинаем выяснять, что оказывается этот человек вообще не был там и не имел никакого отношения, мы задаем вопрос, почему он 15 лет и 8 месяцев отсидел и потом его только выпустили? Вот представляете, этот человек по сей день добивается того, чтобы он был восстановлен во всех своих правах, чтобы у него не было этой судимости, потому что он просто говорит, я не хочу, чтобы мои дети думали о том, что их отец преступник, который совершил это преступление, потому что я это преступление не делал. Сколько из нас мы становимся соучастниками нарушения заповедей Господней, которые Библия говорит, не участвую в этом? Сколько из нас мы не задумываясь начинаем участвовать в том, что является полным противоположности нашей натуры, нашего понимания, нашего отношения к жизни? Сколько из нас задумывается о том, что человек, который приходит к тебе, чтобы сплетничать о ком-то, ты можешь даже не сомневаться, он точно так же будет сплетничать о тебе с кем-то. Хорошо, что у нас с вами в церкви этого нету, да, братья и сестры? А представьте, если бы это было, представьте, если бы мы становились с какими-то соучастниками таких вещей, не приведи, Господи, зачем мне навлекать проклятие на своих детей? Зачем мне навлекать проклятие на своих родителей? Зачем мне навлекать проклятие на своих внуков, на своих правнуков? Я не хочу, Господь, я не хочу, потому что ты говоришь, что если я буду своим языком извергать смерть, то я от смерти этой вкушу, Господи, я не хочу, я не хочу, чтобы плохо говорили про моих родителей. Я не хочу, чтобы кто-то когда-то говорил плохо про моих детей. Я не хочу, чтобы плохо говорили про моих внуков. Я не хочу этого. Бог, защити меня. Часто мы забываем о том, что Писание нам запрещает это делать, а мы, как лакомство, часто имеем это в своей жизни. Ты хочешь духовного роста? Ты хочешь, чтобы твоя душа преуспевала? Тогда тебе нужно вести божественный порядок внутри себя, потому что внутренность твоя, дух твой осквернен. По этой причине расправили Господа, ложно обвиняли. По этой причине страдают многие люди, которые никакого отношения не имеют о том, о чем они говорят. И часто, когда ты начинаешь выяснять, когда тебе кто-то что-то говорит о ком-то, ты задаешь ему вопрос, скажи, пожалуйста, а ты там был? Человек говорит, нет, меня там не было. А ты это точно знаешь? Ты это видел? Нет, мне сказали. И когда ты начинаешь идти дальше, когда ты начинаешь еще интересоваться у другой стороны конфликта или у другой стороны, или идешь к этому человеку и разговариваешь, там оказывается все по-другому. Часто ли мы, когда нам о ком-то говорят, мы идем к этому человеку, чтобы выяснить? Библия говорит, если брат твой согрешил против тебя, или имеет что-то против тебя, или ты имеешь против него, пойди к нему и скажи ему об этом. И если он примет это и покаяться, то что? То ты приобретешь брата себе. Аминь? Так Библия говорит. А если не послушает тебя, то тогда пойди, поговори с братьями и вместе придите, скажите ему об этом. Но никак Библия не говорит, что если согрешил брат против тебя, или что-то ты имеешь против него, то поговори о нем с кем-то. Из опыта уже пасторского служения я знаю точно, когда приходит один из супругов, который в конфликте между собой, и ты выслушиваешь одну сторону, ты слышишь одну историю, а когда приходит другой, ты слышишь совсем другую историю, а когда ты садишь их вместе, то там пазлы вообще не сходятся. Потому что там у каждого своя история. И ты понимаешь, что там нужно просто покаяние, там нужен Бог. Но когда ты выслушиваешь только одну сторону, то ты становишься заложником этой стороны. Ты начинаешь проникаться нуждой проблемы этого человека, и ты не замечаешь, как ты становишься заложником этой стороны. Как реагировать на это? Как реагировать, когда к тебе приходят люди, которые несут клевету или сплетничают? Первое. Задай ему вопрос, ты лично знаешь об этом или нет? Второе. Обязательно выслушай другую сторону этого конфликта или этой истории. Не постесняйся подойти и спросить у этого человека, послушай, или скажи ему, точно, точно, пошли к нему вместе сходим. Вот ты знаешь об этом, и я услышал об этом, пошли, приобретем брата, приобретем сестру. И сразу будет видно. Готов этот человек помогать, или это просто бесовские какие-то лакомства, которые дьявол тебе предлагает, потому что от его престола, от его стола это приходит. Задай ему, ты лично беседовал, ты обличал этого человека. Он скажет тебе, нет, я не беседовал, я не обличал. Тогда зачем ты пришел ко мне с этим? Библия говорит, что прежде чем пойти ко мне с этим, сходи к этому, о ком хотел поговорить со мной. Вы знаете, когда мы заложим для себя эти принципы жизненные, которые Библия нам говорит, поверьте мне, что у нас будет намного меньше друзей, чем мы имеем сейчас, потому что некоторые с нами дружат только потому что, знаете, ну не о чем поговорить. Однажды мой друг, с которым я учился в школе, мы пережили с ним крещение Духом Святым в одно время, Бог очень сильно использовал его в свое время. Вот он звонит мне, мы, жизнь разошлась очень далеко, за тысячи километров, и вот звонит мне, говорит, слушай, ты будешь в этих краях? Я говорю, буду. Заезжай ко мне на дня три, мы пообщаемся. Я говорю, слушай, я не могу, у меня все очень плотно, я могу заехать там, ну в лучшем случае там на, ну, он говорит, ты что, ну хотя бы на один день. Я говорю, слушай, на один день даже не могу. Ну давай хотя бы на часа три. Я говорю, слушай, вот у меня будет там окошко 40 минут, давай я заскочу к тебе, ну просто, ну увидимся, просто поговорим. И вот я заезжаю к своему однокласснику, к своему другу детства, и вот мы говорим. Десять минут, пятнадцать минут, двадцать минут, и через двадцать минут мы сидим уже молчим. Знаете, не о чем говорить. Он начал мне рассказывать, что где он купил, что он где продал, где что, а мне просто это неинтересно. Мне неинтересно, сколько у тебя стоит кухонный стол, мне неинтересно, сколько стоит твой сервант, мне неинтересно, за сколько ты купил, мне просто это неинтересно. И вот мы пятнадцать минут поговорили, тридцать минут помолчали, И я решил для себя Вот в следующий раз, когда я буду в тех краях Мы пообщаемся Но мы увидимся в церкви Просто чтобы вместе поклониться Господу Вот это нас еще может объединять А все остальное Прах и пепел Мы по-другому смотрим на жизнь То, что ему интересно, мне уже не интересно Поэтому вот А были друзья А было так А много всего общего Интересно, что Я торопился, уезжал А он мне так говорил, да ты что, мы же друзья Но мы там должны Когда он уезжал, мы так клялись В любви, преданности, в дружбе друг к другу Чтобы им помогать друг другу И мне нужно было, знаете Не успевал, нужно было кое-что отправить Посылочку, я говорю, слушай, ты мог бы отправить Эти деньги я оставлю, ты на почту Да, говорит, вообще не проблема Я оставляю ему эту посылочку Я говорю, слушай, на тебе денежку Отправь ее Через год Я приезжаю к нему Мы встречаемся И он, о, привет, друг мой Слушай, я тут Это Засуетился Закрутился Слушай, забыл твою посылочку отправить Я такой смотрю на него И понимаю, что мой друг уже давно не друг Я понимаю, что я ему нужен только тогда Когда я мимо прохожу Я посмотрел на это все И думаю, слушай, Господь Какая жизнь, удивительная штука Что нас объединяет? Вместе поговорить о ком-то? Или послужить друг другу Как Библия говорит, что Из нашего чрева потекут реки воды живой И после общения с нами Людям хочется жить Ты говоришь со своим другом Назидая его Вдохновляя его После этого ему хочется служить Богу Когда-то один человек подошел ко мне Сказал Я когда с тем разговариваю Говорит, пять минут Мне, говорит, жить не хочется после этого Говорит, с тобой, поговорю, летать Хочется, крылья вырастают Ну, хорошо, если он так сказал О тебе или обо мне Плохо, если он скажет О тебе или обо мне Что вот пять минут с ним пообщался А жить не хочу Мы действительно люди Божьего благословения Мы действительно, когда собираемся вместе Молимся за других Мы действительно высвобождаем благое Мы действительно радуемся за то, что у кого-то что-то есть Мы действительно радуемся за то, что кто-то чего-то достиг Кто-то нашел хорошую работу Кто-то где-то там, знаете Как иногда я слышу невероятные истории Сестра подходит, говорит Слушай, там проходила мимо бабушки Она ее остановила Соседка Сходи мне в аптеку А сходила в аптеку А сходи мне еще раз в аптеку Сходила А тебе нетрудно мне хлеб купить? Да нетрудно Месяц походила Через месяц вызывает нотариуса Переписала квартиру на эту соседку Христианку Ни родственница Ни подруга Ничего, оставила ей квартиру Когда слушаешь такие истории Думаешь Ну а что я не сосед этой бабушки? А ну в конце концов Ну что, я бы ей хлеба не купил бы Ну что, я бы ей в аптеку не сходил бы А ты можешь по-другому Ты можешь просто порадоваться за эту сестру Знаете, а я так был благоценен Когда я услышал такую историю Кстати, слышу это же не впервой Слышу это не впервой Радуясь этому Думаю, надо же Бог такой благой А эта сестра служит в церкви Эта сестра участвует в деле Божьем И вот представляете У Бога есть миллионы путей Как благосовить тебя И хорошо, когда Ты радуешься с радующимися И плачешь с плачущими Аминь И плохо, когда ты плачешь от радующихся И радуешься, когда люди плачут Вот это плохо Послушайте Наше предназначение Быть людьми Божьего благословения Поэтому никогда Не позволь дьяволу обмануть тебя Давайте мы откроем Солом 14 Господи, сперва сека Кто может пребывать в жилище Твоем Интересный вопрос Господи, кто может пребывать В жилище Твоем Вот нам же интересно Кто может войти в дом Господен Кто может пребывать на небесах Кто может быть Вот в Божьем присутствии И здесь ответ Тот, кто может Кто может обидать на святой горе Твоей Тот, кто ходит непорочно Делает правду И говорит истину В сердце своем Ходит непорочно Делает правду Говорит истину Вот эти люди могут быть В доме Господнем То есть Это категория людей Которые относятся к нам Аминь Скажите, к нам Представляете То есть Это то, что нам принадлежит Наш удел Наша судьба Наше понимание жизни Отношение к жизни Ходим непорочно Делаем правду Говорим истину В сердце своем Третий стих Кто не клевещет Языком своим И не делает Искреннему своему зла И не принимает Поношение на ближнего своего Ну Господи Ну вот Вот Ходить непорочно Понимаем Делать правду Понимаем Истину говорить Понимаем Но вот Не клевещет И не принимает Ну как-то это трудно А Бог Ставит критерий Ты хочешь быть на небесах? Хочу Ты хочешь быть в доме моем? Хочу Не клевещи И не принимай поношение Не сплетничай О подругах своих Тогда будешь в доме Господнем А если я буду сплетничать То будешь вне дома Господнего А то вот Ты будешь немощный Больной И будешь потихоньку умирать Ну это точно про меня А хочешь по-другому Чтобы пребывать в доме Господнем Чтобы жизнь была исполнена Благодатью Чтобы глаза твои сияли Миром Чтобы люди После общения с тобой Радовали жизни Да хочу Тогда делай проще Ходи непорочно Делай правду Говори истину Не клевещи Не принимай поношение И что это? Это те, которые пребывают В доме Господнем Ефесянам 4 глава 30-31 стих Не оскорбляйте Святого Духа Божьим Которым вы запечатлены В день искупления Всякое раздражение Ярость Гнев Крик Злоречия Со всякой злобой Да будут Удалены От вас Оказывается Когда я Где-то в порыве Гнева Зависти Недовольства Принимаю сплетни Сам сплетничаю Я от Духа Божьего Оскорбляю Да А потом я становлюсь На колени Потом я начинаю молиться И как-то знаете Говорю Вот было время Вот склонил колени Молился 3 часа Я не заметил Как время пролетело И не хотел заканчивать Молитву Такое было посещение Божье А тут встал Два слова сказать не могу Засыпаю Молитва не идет И что-то Знаете Вот пришел в церковь Как-то и помазания не чувствую Поклонения не то Люди какие-то Проповеди уже меня не назидают Это не про нас с вами У нас-то все в порядке А Библия говорит Не оскорбляет Духа Божьего Оказывается В моем храме Это Дух Святой уже Знаете Скверно на вход А Дух Святой на выход Оказывается Я участвую В каких-то злых Неправильных вещах А потом хочу Чтобы Бог пришел И посетил себя Меня своей благодатью И милостью А сердце мое наполнено Чем? Дьяволом? Клеветником? Сплетником? Клевещущим на братьев? На сестер? На друзей? Я стал соучастником Злых дел? Знаете Самое страшное Когда-то мы С Сергеем Рафаиловичем Были в поездке В каком-то году И нам звонят Говорят Слушай Там по ячейкам Ходит сестра Рассказывают Такие нехорошие вещи Я такой Лег как-то Лежу Мы с ним в гостинице Жили Лежу Такой расстроенный Весь А он такой Я не помню Помню эту ситуацию Или нет Он мне такой Ты что Переживаешь? Твой враг Личный Сам дьявол А ты там Переживаешь За сестру Которая там Что-то говорит Сам дьявол Заинтересован Чтобы ты не проповедовал Сам дьявол Заинтересован Это был наверное 93-й 4-й Не может быть 5-й или 6-й год Где-то в таком Давно-давно Это было Я запомнил это Я такой Смотрю на Сергея И понимаю Что он просто Прав Мы вернулись С поездки Вечером Звонок Тогда еще Сотовых телефонов Не было Домашний телефон Звонит Тебя поднимает Трубку И эта сестра Звонит Ой вы знаете Простите Ой вы знаете Извините Это знаете Вот Ветреный день Выйти на балкон Вот так Знаете Кто живет В квартире У кого балкон есть Есть такие У кого балкон есть Слава Богу Попробуйте Возьмите бабушкину подушку Старую Перьевую Пуховую Такую Хорошую Знаете С лебяжьими Или с каким-нибудь Там Гусиным Пухом И вот просто Выйти на балкон Так И вот когда ветер Так дует И вы его так Распарите И просто так Потрясите ее Чуть-чуть А потом так Ой Что я делаю И попытайтесь Собрать этот Пух Вы его соберете Никогда Не соберете Вот это То что происходит С нашими Сплетнями Знаете Толку От того Что ты Позвонила Вы знаете Когда она Позвонила Мне еще и больней Было От того что Думаю Странно ты Апостол Павел Говорил Прилюдно били Прилюдно И выпускаете Прилюдно Говорила Прилюдно И покайся А знаете Людям неудобно Каяться Прилюдно Поэтому Если вы знаете Взять Дорогую Может быть Какую-нибудь Реликтовую Знаете Там Я не знаю Ну От вашей Прабабушки Оставшуюся Хрустальную Вазу Вот это все Что осталось От вашей Прабабушки Да Вот Это Держала бабушка Войну Прошла с этой Вазой Передала Это вашей маме Вот ваша мама Передает вам И говорит Доченька Вот это все Что осталось От нашего Там рода Из такого-то Еще Огорода В общем Столько-то Столько-то Там уже От Эвази лет И вот к вам Гости Пришли Держат Ваза такая Интересная Раз так А ну сейчас Я его подкину И разобью Раз так Подкидывает Раз его поймать А поймать не смогли И она упала И разбилась И вы такие Стоите И говорите Ой вы извините Я Я не хотела Я Я Я Я не думала Что так получится Вы не переживайте Я ее склею И ты нашла мастера Склеили ее И вот принесли Ее поставили На Видное место Скажите Она останется Прежней Как она была Даже если ее Соберут и склеят Никогда не останется Вот точно так же Мы Часто оставляем Борозды в жизнях людей Мы оставляем Раны Мы причиняем Боль Мы огорчаем Людей сильно А потом Приходим И говорим Вы знаете Извините Недоразумение Получилось Вот Послушайте Народ Божий В нашей истории Этого было Очень много Сколько полководцев Которые Своим Своей верой Своим посвящением Своим усердием Одержали победу В Великой Отечественной войне И сколько из них Потом было расстреляно Сколько их было Отправлено В тюрьмы Сколько из них Незаслуженно было Пострадавших А потом Пришло время Другое И их Ребилитировали Их восстановили Доброе имя Скажите Пожалуйста Тогда Когда их сажали Когда их ссылали Когда их лишали Всего Что переживали Их родители Что переживали Их жены Что переживали Их дети Что переживали Их потомки Вы думаете Этот парень Который был Невинно Осужден Как вы думаете Соседи ходили И говорили Ой мы так понимаем Мы знаем Машего сыночка Это не могло быть С ним Это Вы знаете Это недоразумение Скоро все образумится Вы думаете Так говорили Ничего подобного Некоторые Начали отвращивать Лицо от родителей Некоторые друзья Которые Называли себя Друзьями Отвернулись Некоторые Те которые Клялись Что будем Стоять вместе Поддерживать друг друга Забыли Номер телефона Забыли Имя этого человека А он Ничего не делал Сегодня мы гордимся Знаете Мы сегодня Снова памятники Ставим этим великим людям А когда мы Смотрим на их историю Мы понимаем Величайшая несправедливость Потому что Кто-то Клеветал на них Кто-то Соглашался Злословить их Кто-то Участвовал В этих злых делах И потом Когда изучали это Когда смотрели Понимали Это неправильно было Это несправедливо было Это не по честному Это герой был Сколько героев Было уничижено И уничтожено Сколько добрых имен Было разрушено Сколько Библия Говорит Что не злословие Мы это делаем Сколько так Знаете Друзей рассталось Библия Не Библия А есть христианский Такой гимн Так бывает Порой На хороших людей Что-то скажут Плохое И разлучат друзей Гибнут нежные чувства Остывает любовь Из-за чих-то Коварных И завистливых Слов Это старый гимн Мы его когда-то Пели в церквях своих Так бывает А мы допускаем Это в свою жизнь Мы допускаем Это в свою среду Мы начинаем Этим пользоваться И Царство Божие От этого страдает И некоторые люди Они раненые Они Огорченные Они обиженные Потому что Мы Стали Причиной этого Ты хотел бы быть Как Ахав Ты хотел бы быть Как те Которые кричали Распни Иисуса Ты хотел бы быть Соучастником Дьявола В его злых делах Его намерениях Ты хотел бы Кушать с его стола Я уверен Это не наша судьба Это не наше предназначение Мы Люди Божьего предназначения Мы люди Света Мы люди Соли Мы люди Которые разрушаем Дела Тьмы Аминь Давайте мы встанем 18 глава притчи 21 стих Смерть и жизнь Во власти языка И любящие его Вкусят От плодов Его Будешь Провозглашать В жизнь людей Жизнь Вкусишь от жизни А будешь Провозглашать В жизнь людей Смерть Вкусишь от смерти Давайте мы Заканчивая Сегодняшнее Служение Оставим для себя Положим в сердце Что Каждый из нас Даст отчет Перед Богом За каждое Сказанное нами Слово Однажды Мы предстанем Перед Белым Престолом И перед Белым Престолом Ты не будешь Стоять в компании Хороших людей Которые Сели в твою жизнь Что-то неправильное Ты будешь Отвечать За себя Поэтому Если ты Станешь на Божьи Принципы Некоторые Твои подружки Или друзья Они перестанут Быть подружками Потому что Говорить не о чем будет И когда они Придут тебе В следующий раз О ком-то поговорить А ты скажешь В моем доме Я больше Не говорю об этом Ты хочешь Поговорить об этом Да Пойди к этому человеку О котором ты мне говоришь И поговори с ним Об этом Тогда может быть Приобретешь его А здесь В моем доме Я не хочу Съять то Что мне придется Пожинать В моих детях В моих внуках Или моих правнуках Я хочу быть человеком Божьего благословения Часто мы говорим С кем-то Плохом О ком-то Потом часто говорим Плохо о своих детях Мы Как отрава Которая вселяется в нас И мы начинаем Это высвобождать Сколько детей Страдали от того Что их родители Не благословляли А проклинали Почему? Потому что Сами были прокляты Сами посеянные Было в их жизни Поэтому Давайте мы запомним Или жизнь Или смерть Я вкушу Вкушу От слов своих Во имя Иисуса Христа Аминь Отец С местными Мы приходим Предлицо Твое Мы открываем Свои жизни Для Тебя Господь Чтобы Ты Боже Твоим Словом Господь Судил нас Прости нас Господь За наши слова Мысли И дела Господь Когда мы Не таковы Предлицо Твоим Прости нас Господь Когда мы Становимся Соучастниками Злых дел Боже Мы Принимаем Решение Быть людьми Благословения Господь Убери Всякую Господь Нечистоту Убери Господь Всякую Злобу Всякое Злоречие Внутри нас Господь Очисти нас И освяти нас Боже Мы хотим Исполнить Твою волю И мы хотим Прославить Тебя Всей своей жизнью Мы благословляем Господь Ненавидящих Мы благословляем Проклинающих Мы благословляем Тех, кто говорит Зло и плохое Про нас Боже Мы благословляем Этих людей Но мы просим Тебя, Боже Прости нас Если мы Где-то стали Соучастниками Злых дел Тебе очень Небесная слава За все В веки веков И весь народ Божий скажет Аминь Я хочу обратиться К тем людям Кто сегодня Возможно с нами На этом служении Во впервые Вы никогда не принимали Иисуса Христа Своим Господом И Спасителем Вы никогда не молились Молитвой и Покаяния Чтобы Бог просил Вас Ваши грехи Может быть Вы Сегодня с нами Через онлайн Вы тоже такой человек Вы никогда не молились Молитвой и Покаяния Не принимали Иисуса Христа Своим Господом И Спасителем Я хочу предложить Вам Если есть такие люди В этом зале Поднимите свою руку Дайте мне знать Я вижу ваши руки Пусть в области Пожалуйста Выйдите сюда Наперед Может быть Вы где-то на балконе Тоже Я хотел бы лично Помолиться вместе с вами И помолиться за вас Давайте Проходите сюда Я хочу помолиться вместе с вами Еще помолимся Хорошо Хорошо Хорошо, что вернулся Добро пожаловать Может быть Еще кто-то есть Может быть Еще кто-то есть Я буду вести вас в молитве Повторите слова молитвы вместе со мной Хорошо Отец Небесный Мы приходим к тебе Через кровь Сына Твоего Иисуса Христа Мы просим тебя Прости все наши грехи И все наши беззакония С сегодняшнего дня Бог Отец Ты есть мой Отец И я есть Твое дитё Веди меня по жизни Направляй меня Вразумляй меня Изменяй меня Преображай меня С сегодняшнего дня Я принадлежу полностью тебе Спасибо тебе, Господь За прощение Грехов и жизнь вечную Тебе слава Бог Отец Сын И Святой Дух Аминь И мы помолимся о вас Отец Небесный Я благодарю тебя, Господь За каждую драгоценную душу Пред лицом твоим В этот день, Господь Я молюсь, Господь О твоем благословении Господь Для каждого из них И пусть благодать Твоя Милость Твоя Пребудет на каждом Я молюсь, Господь О твоем отцовском благословении Господь Чтобы крепость Сила Здоровье, Господь Долгие дни, Господь Пребывали с ними Боже, если они нуждаются В исцелении Боже, исцели, Господь Если они нуждаются, Господь В освобождении От вредных привычек Боже, приди, Господь И освободи их Во имя Иисуса Христа А мы, Господь Церковь Твоя, Господь Благословляем их, Господь благостью и милостью от Тебя, Господь. Веди их, храни их, направляй их, защищай их, Господи. Благослови всех, кто дорог их сердцу. Я благодарю Тебя, Господь, за каждую спасенную душу. Я также молюсь, Господь, за тех, кто с нами через онлайн и тоже молился вместе с нами. Боже, благослови этих людей тоже во имя Иисуса Христа. Тебе, Боже, слава в веки веков. И весь Род Божий скажет Аминь. Вы можете пройти сюда? Здесь есть люди, которые хотят ответить на ваши вопросы и благословить вас Евангелием. Хорошо. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь, пожалуйста, народ Божий. Слава Богу. У нас будут важные объявления. Пожалуйста, будьте внимательны. 6-7 марта у нас будет служение хлебопреломления. Готовимся к этому служению и ожидаем слова от Господа. Сегодня вечером в 18.00 на молодежном служении продолжается тема «Осторожно весеннее обострение». И Алексей Куликовский будет делиться темой проповедью, тема проповеди «Самооценка». 8 марта, это в понедельник, будет женское служение в 11.00. И тема служения «Он вел меня в дом пира и знамя его надо мною любовь». Сестры, заступающим вас 8 марта и планируйте быть на этом служении женском в понедельник, 8 марта в 11.00. По пятницам проходит семинар для лидеров домашних групп и тем, кто готовится ими стать. Начало 18.00. Запись на семинар через оригинальных лидеров или по телефону «Горящая линия». Лидеры и все, кто планирует, добро пожаловать на этот семинар. И у нас с этой пятницы, с пятницы, с 5 марта начинаются вечерние молитвы, которые будут проходить с 10 часов вечера до 12.00. Потом планируйте, добро пожаловать, приезжайте, будем вместе молиться каждую пятницу с 10 вечера до 12.00. И по пятнице будут организованы молитвенные объезды, будут группы по 3-4 человека. И можно также присоединиться онлайн к этой молитве. Вся подробная информация по этому молитвенному служению по телефону «Горящей линии». Детский хор проходит по воскресеньям с 13.00 до 14.00. Записаться на занятия вы можете по телефону «Горящей линии». Если у вас есть желание принять участие в кормлении людей в районах, позвоните по телефону «Горящей линии» для подробной информации. И постараемся во всех районах кормить нуждающихся людей. Если у вас есть желание, возможность, пожалуйста, присоединяйтесь. И напоминаю, что мы продолжаем читать Библию по плану. И каждый вечер у нас прямой эфир вместе с семьей в 21.00. И в магазине нужная вещь, у нас акция, вещи по 50 рублей. Зимняя верхняя одежда, зимняя обувь, на них скидка 50%. Давайте мы закончим служение молитвой. Призовем благодать Господа нашего. Мы молимся, Господь Богу, благослови эту неделю во имя Иисуса. Мы молимся, Бог, каждого из нас. Храни, Бог, от всякого зла. Пусть, Бог, Твоя благодать и милость прибудет над нами, с нами, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, Бог, помоги нам быть людьми, которые слышат Твое Слово, слушают Твое Слово, применяют, живут по Нему, во имя Иисуса Христа. Мы, Бог, благодарны из этого слова, которое мы слышали. Помоги, Бог, нам так жить во имя Иисуса Христа. И мы молимся, пустого Царства будет распространяться, Твое имя будет прославляться. Тебе слава, Бог наш. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословены. С миром Божьим.